Но мы продолжаем. Вот, пожалуйста, тут open stage. Fuji сам показывает. Оборудованием полно, блин. Профессионально. Да, кстати, забыл сказать, вход сюда бесплатный. Здесь, кстати, даже есть такие дроны. Emiscent. Мы немного пройдемся в эту сторону. Дроны. Дроны для военных. О, это прикольно. Персональные дроны можно использовать. Система управления. Вот такой дрон. Небольшой. Запускается и можно управлять. Это американская контора. Это Pelican Box. Это Made in USA. Мы, кстати, такие используем как коммуникационная коробка. Тут находится Rail. Это тоже дроны. Build Flyer. Made in Japan. 25 минут летает. 5 килограммов загрузка. У него прицеплены две камеры и еще и лайдер. Большой пульт. Классно выглядит дрон. Хороший. Terra Labo. Это лаборатория. Типа такой мобильный, командный пункт. И представлено несколько дронов. У них здесь в виде четырех как бы Vitolan называется дрон, который вертикально взлетает и может двигаться за счет электрических двигателей. Далее. Вот там второй стоит. Это дрон, который двигается за счет реактивного двигателя. И следующие два дрона это дроны на ДВС. Пойдем, наверное, посмотрим. С той стороны там огромный дрон стоит. Системы контроля. А, это Remote ID. Вот эта система, которая сейчас только что была, Remote ID, это новая система в Японии. Их заставили всех владельцев дронов вешать на дроны такие метки, которые удаленно можно чекнуть в полицейские. Инфра подойдет и метров с 30 может чекнуть эту метку, смотреть номер. Кстати, вот здесь находится самый большой дрон на этой выставке. Terra Labo 01. Огромный самолет и он действующий. Это не макет. Он летает, у него есть колеса. Там, кстати, находятся системы парашютов. Но я не пойду туда совсем снимать-то, что я там забыл, да? С этой стороны находится компания Будук. Компания, которая занимается разработкой дронов. Они могут ездить по стенам, по всяким. Вот, как видно здесь. Это было предыдущей выставки также, но это более новая модель. Я считаю, они их усовершенствовали. Классная система, очень интересно. Ладно, мы пойдем дальше. KDDI, да, вот эта компания мне тоже интересна, потому что это AU, как вы знаете, KDDI Smart Drone. О, вот прикольные дроны. AirTrack такой, туда коробка кладется и можно перемещать. Дрон, как вертолет, ProDrone. И дрон такой, который переносит коробки. Большой дрон. Сейчас я вам покажу одну систему, которая у нас 30-й, новый дрон Matrice 30. Один из самых популярных сейчас в Японии очень хороший дрон. Мощерой. Эти дроны вы уже видели до этого, я показывал это Skydio. Мы сейчас их тестируем как раз. А вот эта система, я думаю, вам знакома, я уже показывал, но это уменьшенный вариант, это новая разработка. Это не наша разработка, это KDDI, сразу говорю, то есть у них сделали совместно с той же компанией, которую мы разрабатывали, версия 6. Сам Nest весит, то есть вот эта система 92 килограмма, за 45 минут полностью заряжает батареи дронов. У этого дрона находятся два модуля предупреждения от столкновений, плюс сверху стоит эта антенна RTK, и снизу две камеры стоят. Заряжается он на четырех платформах очень быстро, за 45 минут полная зарядка. Это уже дрон, который может плавать, да, плавать и подцеплять, выгружать и загружать плавающие дроны. Подводные аппараты, это реально классные вообще аппараты сделанные, ты можешь сам ими поуправлять, там есть пульт и можно ими управлять, попробовать как они вообще управляются. Тут представлена версия, как она выглядит не в воде, а снаружи. Chasing M2, в общем это да, опция устанавливается эти модули сменные, этот сонар стоит, можно поставить радар или еще что-то. Есть также такая модель дрона, похож на наковальню, но Fai-Fai или как Fai-Fish, я думаю уже все знают, так же как и вот этот дрон, его до этого презентовали уже на предыдущей выставке, есть проводные дроны, кстати, они в основном все проводные, но есть и беспроводные дроны, здесь они не представлены, чейсинг, чейсинг дроны, ладно, эта тема конечно интересна, но мы пойдем дальше, Blue Innovation кстати известная тоже контора по производству роботов и разных систем, вот у них представлена здесь автоматическая система, которая ездит и сама находит маршрут, в нее установлены две камеры, это FLIR, термическая камера и обычная камера, да, также Blue Innovation делает защиту для маленьких дронов, ZIP это японское телевидение, он кстати снимает программу для японского телевидения, а вот эта штука это предыдущая версия типа Dronebox называлась она, я не знаю как она сейчас тут называется, это Toyota Blue Innovation, но они примерно такой же сделали, значит эта платформа она опускается, поднимается сама по себе и еще сверху здесь стоит крыша, крыша и эти такие рейлинги вот они вот эти рейлинги они как бы центрируют дрон когда он посадку осуществляет вообще классная система но я ее это самое не видел вот только на видео в живое так не видел мы работали предыдущей компанией там с Сингапура вот она примерно так же выглядела но это с Toyota совместно Joada это система в общем показана здесь дроны разные показана что как система может существовать инфраструктура вместе с дронами вот там даже машина летающая нарисована DJI это известная контора я думаю тут объяснять не надо что к чему посмотрим новинки DJI у них Agress D10 в полях у них и он снимает вернее не снимает он оприскивает и плюс к этому еще имеет радар лайдер который сканирует местность есть другой немного дрон это Agress T10 он кстати уже сложенный он был немного разложенный а огромный дрон размах просто колоссальный как вы видите там литров 20 наверное этого есть кстати также у них новые камеры представлены но это Сейкидо DJI изначально это DJI но Сейкидо я не знаю это видимо коллаборация у них с ними демо юнит not for sale у них две камеры сверху снизу одинаково установлены артикей дрон на 300 на 300 платформе также вот на 300 платформе вот такая камера я не знаю что там а это вот 30 дрон новый и артикей это фантом 4 артикей 30 кстати да он очень популярный становится вот кстати интересные новинки это новая мини 3 про мини 3 про классный дрон легкий по-моему весит меньше 250 грамм также представлен 2s air 2s новый дрон офигенный такие вообще компактный вот если моя рука вот так вот сравнить примерно да с ладонь размером классно и mavic 3 на таких тонких курьих ножках мы еще называем да мы их уже закупили кстати прикольный дрон у них две камеры находятся и по кругу все усеяно сенсорами этими защитой от столкновений очень легкий дрон очень такой маневренный мне понравился если честно это вот новый mavic 3 выглядит он конечно как какая-то лягушка небольшая но прикольно вот тут здесь ронин изображен новый DJI RS3 это RS3 стабилизатор тут тут у них находятся системы кстати вот прикольно GMC защита для дронов ладно прикольные дроны у них тут есть еще видишь разные системы защищающие дронов столкновения если рядом с с этим строением используется а вот кстати wakeboard смотрите система вот я про них говорю я кстати хочу на них покататься офигенная штука wave shark цепляешь и там мотор ставит электрический ё-моё она так прет вообще вот эта тема первый раз вижу ее вживую имею ввиду вот чтобы так она из воды вытащена была на пляже ты их видел там сколько она стоит непонятно прикольная штука но и когу райда сказано по ночь не ни к ман и к д ман а ну да н это вода в воду вода в в воду вода 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 от вода вода А, 3 часа. Баттерии кладем? Да, да. Это 1-тач. А, кипа ТС-баттерии кладем. Баттерии кладем, и потом потом? Баттерии кладем, но 3 часа. А, 3 часа. Это, по-моему, этот, более 1-й баттерии кладем. Ага, это, по-моему, что будет, по-моему. В Мечае и модно. Ни хон не молот, у Тимаска? У нас в Мокаде. Я уже в Мокадане. Наркодород. Да, в Европе. Наркодород. У них есть, кстати, вот дельфин. Да, мы продолжаем. Значит... Эта система там подводные дроны. Для рыбалки, кстати, используется. а вот эти модельки интересные вертолет это black hawk да похож очень и модельки вертолетов модельки дронов небольшие вот у них здесь представлены разные мануалы можно купить уже радиоуправляемые тут кружки классно сделано здесь какие-то эти значки airframe airframe это компания по производству разных дронов автопилотов и тому подобное вот такой дрон у них есть вот такой вот они системы контроля гироскопы разные сенсоры похоже что он с какие-то ракеты несет у себя этот дрон прикольно небольшой обзор выставки japan drone 2022 надеюсь вам понравилось если понравилось не забывайте подписываться ставьте лайки делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео из японии а также подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка будет в описании где я буду публиковать все новости о канале а также новые видео но все до новых встреч увидимся